Такая программная песня для любого музыканта, который всё время в это дело встряпывается. Нет, не в пиво, в дорогу. Привёз, госпожа, фортуна, вращает колесо. Привёз, госпожа, фортуна, вращает колесо. Куда ведёт, не знаю, ты только выбирай. Над ним земля цветая, трудить до срока в рай. Дороги дой немало, посея на гостей. Она уже устала считать своих гостей. Она уже устала считать своих гостей. Я за солнцем еду, как мяська у камней. Чисто весь на победу считаю звенья дней. Добрав людские кости, цветы растит земля. Одним из них быть и может, во смерти в саму я. Одним из них быть и может, во смерти в саму я. Идти на роды вечно, две долгой обед. Оставит дома нечто, чему названия нет. Бежит, бежит дорога, полезы у любви. И смерть седой охотник, боль можешь, как лови. И смерть седой охотник, боль можешь, как лови. О, дай, о, дай, о, дай, о, дай, о, дай. Шагаем мы по свету дольше тысячи лет. Наш дом весь мир, но нам нигде пристанище нет. Любой из нас уверен вон в душу страх поселит. Ползая серым призраком сны. Хоть мы на лифте взрачный лифт, иди сезарамец. На лопах и хвостах несет мы черную смерть. Смотри на нас тревожно лифт, и вполне возможно. Послабцы снова саданы. Мы крысы, мы крысы, идем по земле. Следы пульта мысли, пески и залет. Мы вам бросаем вызов, ведь в ахуте мы есть. Природы длинно, хорстая весть. Божествует, беззвучно проникает дома. Явлением своих людей мы сходим с ума. Приходим мы в вальяжно, раскланиваясь вождат. Взрываем критки ужаса в скуп. А, крыса! Острого перед нами рот мыской задрожал. Но только не поможет вам ни ябный кинжал. Мы вновь придем по следу и снова, как в монету. Мы пробуем искусство на зуб. Мы крысы, мы крысы, идем по земле. Следы пульта мысли, пески и залет. Мы вам бросаем вызов, ведь в ахуте мы есть. Природи длинно, хвостая весть. Вы смерти предаете наш крысиный народ. Ведь мы для вас презентный и отверженный сброд. Чтоб смерть нас не поймала, да и я в свадьме подвала. Мы под земелью песни поем. Пускай стальные зубы крошат наши тела. Мы вам позволим верить в то, что ваша взяла. Кто крысу в плен захватит, кто дорого заплатит. Нам ночью за презрение свое. Мы крысы, мы крысы, идем по земле. Следы пульта мысли, пески и залет. Мы вам бросаем вызов, ведь в ахуте мы есть. Природи длинно, хвостая весть. Мы крысы, мы крысы, идем по земле. Следы пульта мысли, пески и залет. Мы вам бросаем вызов, ведь в ахуте мы есть. Природи длинно, хвостая весть. Браво! Не, ну и все ли крысы, крысы. Причем тут природа. Как историк-медийниц, авторитетно заявляю, руки надо было мыть. Средние века-то. И тогда крысы были бы не особенно при чем. Нет, на самом деле разница в восприятии. Как-то в доме, где я живу, значит, начали у нас, подробно за подробности, мусорокровод ремонтировать. То есть его разобрали, и все квартирующие там, значит, живопленные, в шоке и ужасе разбежались по всему дому. Неизвестно, кто был напуган больше крысы и виду. Потому что, ну, спускаюсь я, значит, по лестнице, иду сверху, вижу ликвид. Оно не хотело идти по ступенькам, ему было как-то печально, оно решило прыгнуть. У меня реакция, о, десант пошел. Десант долетает до первого этажа, и дом раздается. То есть вот оно как-то так. Это было на второй аж? А? Это было на второй аж? Ну, нет, в том-то и дело, что это было где-то вот в апреле, как-то так. Это еще там вот... Не, ну, крыса не носила отличительных признаков ВДВ, но это самое интересное. А, еще про крысу у меня была как-то дивная история. Я тоже стою и около дома, значит, курю и наблюдаю прекрасное. Значит, наши служащие коммунхоза, состоящие, значит, из не очень русских людей, значит, представителей братских южных республик, открывают дверь, опять же, той же мусорки и выкатывают оттуда в бак, куда все жители дома набросали всяческий мусор. Приоткрывают крышку. Оттуда вываливается вот такой вот товарищ. Ну, это он с хвостом такой. Если бы он был вот такой, его бы я испугалась. Оно вываливается, оно вальяжно шрепается, как комок перекисшего теста на асфальт. Значит, встает на ноги, отходит, садится, значит, на задницу, как крысы это, значит, умеют делать, начинает тереть морду, а потом смотрит на этих несчастных, значит, с таким презрением, что истерит. Я вот в этой помойке родился, вырос и в ней умру. А вы понаехали. Тем не менее, коммунальщики к крысе это не спустили. Значит, один из дядек воззрился, значит, на эту животину, которая сидит и нагло, значит, своего сына, вот так вот посмотрел на него и, значит, ну, с характерным акцентом говорит, вот чего расселся. На него посел так и человек, да? Честно, у меня просто есть пальцы в сигаретах. А дальше у нас будет песня, которую на рябах и на концертах народ характеризует, как спирт в анекдоте про Чапаева. Ну, посмотрел я на вагоня, он написан, проверил на вкус точно, он. Это точно знают все. Он сегодня дома, он сегодня один. Он немного болен, немного устал. Сам себе трубаду, сам себе господин. Он, конечно, с которым зачем-то смешал, А за окном темно смотрит в портачку ночь. Из какой-то радости парень напился, А ему, бедняге, уж ничем не помочь. Он устроен тем, кем сегодня добился. Он забыл, как люди включают на пухни газ. Он чужую боль заклушил цитропоном. Он глядит на стены и видит родной прованс. Где, когда думал, он взял цитропом ремонт. Он вернулся на землю сквозь дни и года. Семь столетий назад безвозвратно ушедший Вспоминает об этом Раймон и Нактан. А друзья говорят про него сумасшедший. И снова битва идет для него каждый день. Только мы не можем, что поражение неравен. Амкулам осталась лишь сыпкая тень. Амкул застанать здесь западе цемен. И район седьмой, так певая на стыкши чай. И сливы морфином, и сливы улы. И ведет к воду ром, молитвы свои читать. Возвращаясь назад, он неспешно ведет. Игнорируя огненный взгляд светофора. И познает, что с нами его упадет. И растолчет его престоносцем он фоуром. И отбывает он вновь, верит не свой карантен. Забудевшись в сети бесконечных тропинок. Ищет отдыхом в рост себя в теле антенн. Верит в простую ложь разноцветных картинок. И район седьмой, печально глядит в экран. Забудевшись в сети бесконечных картинок. И старых ран, что получили им на полях по полузой. Субтитры с Маланией Гилин Субтитры позб TOP не только там гитара с голосом, еще к тому же абы как записанное, а чтобы вот оно было. И теперь на лирике оно там такое было, что прямо вот послушал так само и до сих пор не надоело. Нет, ну правда очень красиво, потому что у меня в Нижнем Новгороде живет мой давний-давний друг Дмитрий Макаров, он гитарист, он аранжировщик, он и вокалист тоже неплохой. И вот он взялся за это дело, аранжировал и стало хорошо. Нас книги обманут, а люди не вспомнят. Последняя битва сорвет голоса. Стараться не стану, ничем не наполнит Пустая молитва, пустые глаза. А ты уходи, чем дальше, тем лучше. Нет права тебе оглянуться назад. И ты не следи, как цепляет за тучи, Дорога небес поднимается. Нас дьявол покинет, и Бог отвернется, Сломается хрупко бессильная сталь. И время застынет, и кто-то вернется, Затем, чтоб найти на пороге краль. В молчании дней сонной жизни гумиры Уходят стремительной горной рекой. Мы будем сильней за границами мира. Мы пленом земным заслужили покои. Протянуты в вечность, вечерние тени, Дневная обида предсмертно нежна. Фальшивая ценность пустых откровений Для всех очевидна, и этим смешна. Невидно лица, неизбежности жуткой, Где пламя рьет, и бессильна вода. Душа в небеса улетает голубкой, Она не умрет, не умрет никогда. Душа в небеса улетает голубкой, Она не умрет, не умрет никогда. Браво! Это будет мучительный момент, я буду вспоминать текст. Потому что это прямо да. Оно никакое, оно тоже у нас присутствует на лирике. То есть долго-долго мы ее не пели, потому что во времена, значит, туманной юности насочиняла я очень много таких, это, про чувство насопливых песен. Потом выросла, да, пафос меня покинул отчасти, Уступив место здоровому и даже нездоровому цинизму. Смотрела я на это, было мне как-то очень стыдно, И, в общем, я это не пела. А тут мы начали делать лирику, Я говорю, так, соплей, соплей, соплей. Смотрела я на это, да. Тоска сидит в тугу Несчастной серой крысой, И листопадом с губ летит славесный ссор, Сгорают на полу обрывки глупых мыслей. Мой мозг устал тугу, прощайте, мой сеньор, Прощайте, мой сеньор, К моим смешным несчастьям вы глухи до сих пор. Но так давно и быть, я покидаю двор И падаю в ненастье, выпрашиваю в дар Возможность вас забыть. Словно вешеный косматривой, Забывая дорогу домой, Едину только память моя, Будь-то я на рассвет. Ну давай, ну давай, ну давай, Забывай, 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 Твоя память моя, ничего забывать не умеет. Все вроде навсегда, И день глядит до страста, Ему моя беда. Да служи разговор, Хоть смейся, хоть рыдай, Хоть пей, да все напрасно, Такая ерунда. Прощайте, мой сеньор, Прощайте, мой сеньор, Ты тот, кого я вижу, Не вы, а если так, Мне в общем все равно, Хоть смерть не есть позор, Но ею я обижен. Прощайте, мой сеньор, Вы умерли давно, Словно вечный перстом и море, Забывай, я дорогу домой, И я не вдруг позабыв про учебник Житейской науки. Ну давай, ну давай, ну давай, Забывай, забывай, да, Умирай, 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 Да такие попы, выдумал рай, Только как нам угодно в рай Из-за одной соскуки. Да, я тебе говорила, что Где-нибудь будет что-нибудь такое. Прощайте, мой сеньор, Да, 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 Ну напоминаем, да, Сейчас у тебя есть планшеты, Да, кто знает. Я не помню, бывает. Включи. Но хочется с небес, Чтоб замолчали реки, Мне крикнуть навсегда, Прощайте, мой сеньор. Субтитры создавал DimaTorzok Это было соло скрипки, Но поскольку скрипки у нас нет, Здесь... Да, вы только прощали. Поем, что я все равно не знаю, Поэтому половина куплета Вот куда-то ушла. Это бывает. Да. Автор сказки о Федоте Стрельце, На самом деле. Но при этом, при этом, Он сочинил еще и массу Потрясающих совершенно стихов, В том числе и про Про жизнь сцены, И про жизнь вообще. О-ли-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де Сейчас, когда я ходу во тьму, я усяду в свой дирижанс И попчусь в воздух и пойду. Скорость — это всё-таки шанс, могу врачить свою судьбу. Я покину дом и родню, и в дороге встречу зарю. Может, время я обману, может, смерть я перехитрю. Я усяду в свой дирижанс, и попчусь в воздух и пойду. Скорость — это всё-таки шанс, могу врачить свою судьбу. Пусть я кончу жизненный путь на исходе этого дня. Не успеть быть, только взглянуть, что так будет после меня. Я усяду в свой дирижанс, и попчусь сквозь дым и пойду. Скорость — это всё-таки шанс, могу врачить свою судьбу. Я усяду в свой дирижанс. Я усяду в свой дирижанс, и попчусь сквозь дым и пойду. Скорость — это всё-таки шанс, одурачит свою судьбу. Хэй! Они, дэ... Они, дэ... Они, дэ... Конечно, песни в этой соло есть, но, как говорили в одном древнем клипе, ну соло тут не будет, потому что его играют обычно у нас гитаристы и флейтисты, вот как-то мне надо это порваться вообще не получается. Поэтому будет как-то так. Она называется «Скачут фауны». То есть как бы скачут они абсолютно вне какого-либо контекста, а то у меня тут один господин, который писал отчет о московском нашем концерте, доболтался аж до того, что скачут они потому, что там в Украине кто-то начал скакать. Я разозлилась страшно, потому что я очень не люблю, когда народ у меня находит в песнях, не знаю, там, политику, соляшки и еще что-нибудь, чего я сюда не вкладывал. Я разозлилась и сказала, чувак, убери, пожалуйста. Вот это вот то, что ты тут написал, потому что я как бы по первому образованию у журналисты даже слегка редактор, поэтому я, наверное, разозлилась и сказала, что что? А ну убирай отсюда. Так вот фауны — это мужики с разными ногами, и они просто скачут. В ритме классики, играя в классики, Скачут форты, у них ослабо так. Острые уши готовы слушать, шорохи леса для инкуреса. А ветер облака по небу двигает, И фауны прыгают, прыгают, прыгают. А ветер облака по небу двигает, И фауны прыгают, прыгают, прыгают. Светут цветочки, ставятся тачки, И фарты скачут, смеются и малачут. Плачут песенки, тихо-невесено, Красой молятся, если пловятся. А в небе вечером звездочки светятся, И фарты весятся, весятся, весятся. А в небе вечером звездочки светятся, И фарты весятся, весятся, весятся. А в небе вечером звездочки светятся, И фарты весятся, весятся, весятся. Про мексиканскую собаку, и про страшных голубей. Да, у меня животный мир богато представлен в моих песнях, Причем там крысы, мыши, голуби, спасибо, хоть тараканов нету, Но это просто потому, что я их не люблю. Я их боюсь. Ну точнее как, раньше я просто хлопалась в обморок, А потом я научилась просто их убивать. Нет, ну как-то вы видите то, что вам не нравится, Как бы вы пугаетесь и куда-нибудь убегаете, О, таракан, значит, тапок, и нет таракана. Значит, богатство. А, таракан это? Ой, не знаю. Водится почему-то в самых бедных домах. Куда? Где у меня нет денег вызвать с этих, из инсекторов? Потому что есть нечего? Да. Даже нельзя. Ну не знаю, у меня подруга вроде... Человек не бедный, тем не менее у нее дом, В старом фонде Москвы, как бы дом хороший, красивый. Они как-то водятся, и люди никак вытравят их в полосы. А нам что-то и есть. Нет, просто, видимо, всему зубу надо перестать жрать, А тогда тараканы уйдут. Но люди на это не могут пойти. Да, дальше будет песня совершенно, как сказать, Противоречащая моим идеологическим установкам, Потому что ворон я как раз люблю. И всяких разных воронах. На перекрестках травы, как будем ты и вы, На это кто бы мне дал ответ? Глаза психозом луны, Да не приличья полны, Не разобраться, где-то вон где нет. В ночи веснули лучи, И лесу я получи, Блинная птица и холодный вагон. Тебя боюсь, рассужу, Ведь я на крыше сижу, Я как из лука стреляю в адрон, Он на гандера, на гандера, на гандера. Летят над городом сны, Легких коварной тяны, Влезая в форточку, лейтут нам. И мы куда-то бежим, Если можешь, скажи, Что-то этим проклятым стал. В ночи веснули лучи, Эй, ну и свое получи, И в небе крик так похожий на сон. Тебя стрелой вложу, Я на крыше сижу, И я как из лука стреляю в адрон. И ночь плечется собой, В отец, ну что на убой, Ужав блуждают, Толик и звон. В комочек перьев упал, Какой-то и летал, Ведь я из лука стреляю в адрон, Ведь я из лука стреляю в адрон, В лед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самое забавное, на самом деле, Материалом этой песни послужил Однюдь мне неприязнь к воронку, Их я на самом деле очень люблю, Они очень умные и клевые, Особенно когда маленькие. Ник одного человека, Который был, конечно, корвин, То есть ворон, но ворон из него был никакой, Он скорее напоминал наглую противную ворону, Поэтому я вот это и написала. Уже достала у меня. У меня говорят мои музыканты, Что был у тебя по ходу период, Когда у тебя изо всех щелей торчала зимфира, Я говорю, честно, был, да. Даже было тоже такое же. Сколько в дереве дорог Сосчитать тобой блюм весен, Неужели ты помог Написать полсотни песен? Неужели это ты Мне напел полста мелодий? Неужели это ты Был со мной в любой погоде? Это мой осенний бред, Кинозал для психопата. Полстри месяцев и лет Мы стоим вдвоем у старта, Без возврата, средь разврата Мы не виды. Твою душу унесу, Спрячу в сумрачном лесу, Где растут те, кто прошел На половины. Я не знаю, как же ты В моем сердце уместился И позволил нам цветы Злому дождику пролиться. И за что же я тебя Больше золота ценила? Загревшись на себя, Я убить тебя забыла. Это мой осенний бред, Кинозал для психопата. Между нами тонкий след, Розы, рай, серо, ада, Водопады, истопады, и другое. Твою душу унесу, Спрячу в сумрачном лесу, И шкатулку, как закроющая закрою. Это мой осенний бред, Кинозал для психопата. Между нами тонкий след, Розы, рай, серо, ада, Водопады, истопады, и другое. Твою душу унесу, Спрячу в сумрачном лесу, И шкатулку, как закроющая закрою. И шкатулку, как закроющая закрою. Твою душу унесу, И шкатулку, как закроющая закрою. когда их рядом нету. У нас там много очень всяких проигрышей. Чем больше я думаю о счастье, тем больше мне хочется рыдать. На сцене по мне бушуют страсти, а в жизни их что-то не видать. На сцене по мне бушуют страсти, а в жизни их что-то не видать. Чем больше я страствую по свету, тем больше душевный неуют. На сцене мне подают карету, а в жизни руки не подают. На сцене мне подают карету, а в жизни руки не подают. Чем больше я чту любовь и верность, тем больше мне встить за эту жизнь. На сцене героев мучает ревность, а в жизни их мучает ревматизм. На сцене героев мучает ревность, а в жизни их мучает ревматизм. Чем больше я пробую влюбиться, тем горше отчаянье в груди. На сцене от рыцарей не скрыться, а в жизни попробуй их найти. Ролевики поймут, я думаю. На них от рыцарей не скрыться, а в жизни хпыри и упыри. На самом деле, когда я спела эту песню в городе Минске, мне из зала пришла записка. Мария Вячеславовна, это неправда, мы хорошие. Вот это местный реконструкторский клуб. Они, по-моему, что они? Речь Посполитую, по-моему, да, реконструируют. То есть это, бельможные полны несколько оскорбились за голову, но и с вами. Так, вот, это та песня, в которой многие несознательные люди любят находить то, чего я туда не вкладывала. Более того, Вера Викторовна Камшает его тоже туда не вкладывала. Потому что речь идет об отношениях всего лишь, как сказать, наставника подчиненных. Сохнет трава, задохнулись глухие трубы, Глядвы слова, против горях разжечь жертву. Сохнет трава, задохнулись глухие трубы, Глядвы слова, против горях разжечь жертвы. Сохнет трава, задохнулись глухие трубы, Глядвы слова, против горях разжечь жертвы. Ваши глаза так суткают желаний вместе, Против кинца ваша честь и мое бесчестье. Так же давно, разнота любое делить, Только вино одно — это пилить за пись. Когда плана то, слышный ладость ваша горя, До лезвых верно мне, на медведовом огне, Вы ненагиды тех誰 подFore. Как боли, и эта песня на войне, и эта песня на войне. Стынет окно, а в сададе не в крае солнце. Ветер, вино, в войне мести пока поется. Просто в камин, бросьте еще немного кровь. Вы, как я один, в общем, сюжет не вновь. Выстанет с ней, и это как опасно. Но разум верно утонул дурной крови. Вы ненавидите меня так страстно. Под шаги стоя от любви. Под шаги стоя от любви. Вы столь виски, и это так опасно. Но разум верно утонул дурной крови. Вы ненавидите меня так страстно. Под шаги стоя от любви. 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 И тебе, и тебе, и тебе. Пусть обоим до ночи приснится. Дякую любовь, что нужно! По закатной крови. По небе, на глазах и мудницы. По небе, на глазах и мудницы. Отцветаюсь под солнцем с тобою давно Как винов выбивая усталость Теперь на двоих сновиденье одно У тебя, у меня лишь осталось И на горе светящий в остывую скепь Чемоковы от горя спасали А на кровь била смерть Не будь силы спомнеть Разве только молими глазами? Разве только молими глазами? Голосами в снегу завязали шифра Сон мой хрупкий рассказ превратится Как любя разлюбить Так летит и находит свой стрелу везде Все, что осталось, мы сделали сами Про предательство боль не сказать и не спеть Разве только моими словами? Разве только моими словами Разве только моими словами Спасибо Сейчас у нас будет перерыв, даже, наверное, минут, в общем-то, двадцать Можем мы его сделать, поэтому, соответственно Синий небо, рыжий цвет, краски, ехидный глаз Ветер стал в старой траве, милый, забавный рассказ Солнце холодную ярость несет Свет заплетает, долясь ноябрем А он так спокойно курит и ждет Везен, когда-то был королем Везен, когда-то был королем И в каждой осени страницы улетевшие птицы Но за дороги не зови, не зови И отреневшая порога в страхе падает С찰�ка Время работы Обычнейший день Под вечер шпагат и карабином Будет появиться Будет портрейм Все, чему ночью быть суждено Он свет заученный, шифр наберет И диалоги ведет ветерком А ветер смеется, помнит и ждет Того, кто раньше был королем Того, кто раньше был королем В янтарной осени страницы Улетевшие птицы назад дороги нет Зови, не зови И укрепшая порога В страхе падает сленок Теперь словами за призрак любви А ветерком Теперь словами за призрак любви А ветерком А ветерком А ветерком В янтарной осени страницы Улетевшие птицы Улетевшие птицы Назад дороги нет Зови, не зови И охреневшая порога В страхе падает сленок Теперь словами за призрак любви В сердце Цветли словами за призрак любви Цветли словами за призрак любви Смилуйся, Господь, со твоей душой Пусть и нехороший, и неплохой Ты была такой, как сумел придумать Напоследок верно подав ногой Я ушел, как зверь, сам себе язгой Я тревожил пыль, статую ковыль Мысли о тебе, все пытаясь в дунусь Я ушел от оков, ровно души от ней От бессмысленной печали пустой Мне не хватит моков, мне не хватит коней Чтоб угнаться за твоей красотой Мне не хватит подков, мне не хватит коней Чтоб угнаться за твоей красотой Поражил я неделю и прожил год Как дурак поверил, что все пройдет Леплые картинки во сне целуя Как-то разорвал я усталый бред И пошел искать тебя в белый свет Солнце и луну, Бога, сатану Спрошло найти, где тебя смогу я Хоть за душу мою мне продали совет Те, кто прячется в гробах на свету Но в просторах степей, во сонках планет Я боялся, что тебя не найду Но в просторах степей, во сонках планет Я боялся, что тебя не найду В том пейзаже, что рисовал дали Замок я нашел на краю земли Я пошел и страшник закрыл ворота Длинный коридор, каждый шаг как нож Ты во мне тоскуя меня не ждешь Ты себя меня встала для меня Значит, чем вино, хуже, чем корота И пускай из ловушки выхода нет Я стучусь в сердце мертвое вновь Мне не хватит души, мне не хватит монет Расплатиться за твою нелюбовь Мне не хватит души, мне не хватит монет Расплатиться за твою нелюбовь О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Аплодисменты. В двух экземплярах существует эта песня. Это потом такой казус случился у Хилла Лисы, на самом деле. У нее есть две песни на последнем альбоме, которые на одно и то же. Двой трёх разный текст. У меня такой казус случился раньше, про двух раймонов. Ну и, соответственно, в Каркасоне я тоже была. Там, где тонковые, я смысла говоря, правее. Что за дела? Ты откуда пришла? Мы на мученья, нелепая мода. Сейчас ничем, только зачем? Нам умирать, госпожа из флормонда. В мире одна. Ты так всегда, в мире своей. Непобедима позже. Ответь, сколько лететь от Тузы до Лима. Боже, ответь, сколько лететь от Тузы до Лима. Три часа, говорится. Попробуй. Боже, ответь, сколько лететь от Тузы до Лима. Боже, ответь, сколько лететь от Тузы до Лима. Тай, дух роня, просто меня, учитель смелым. Тай, дух роня, просто меня, учитель смелым. Спрятав карман, прошлый обман, я перед вами стоняю колени. Я забыл, кем раньше был, свет не искал, я охотясь на пене. Выйдем во двор, хоть приговор, страх изнесен. Скалицо пламя, небо в пути, манят уйти. Выйдем во двор, хоть приговор, произнесен. Скалицо пламя, небо в пути, манят уйти. Но я уйду вместе с вами. Текст, опять-таки, не мой. Текст Веры Викторовны Камши. Финолийская песня. В книге было написано, что рука Алба начала наигрывать какую-то дикую мелодию. Значит, я так подумала, как я должна говорить дикой мелодией. Значит, видно как-то на полтонах. Брат высоты, брат, ты мой, с побережья не отмыться на жадне, что убил надежду. Да, замечательно, и с того куплета, это бывает. Брат высоты, брат, ты мой. Что мне делать сердце, что воли достало? Черный камень, заведен в сердце. Ай-яй-яй-яй-яй, черный камень, о-о-о. Ай-яй-яй-яй, черный камень. Брат мой слотный, брат, ты мой, с побережья не отмыться на жадне, что убил надежду. Горький ветер высушит слезы. Ай-яй-яй-яй-яй, горький ветер. Ай-яй-яй-яй, горький ветер. Брат мой слотный, брат мой, с пустыни сомни шли, а вместе, как на рубастыне. Ай-яй-яй-яй, горький ветер. Брат мой слотный, брат мой, с дубровой твоей яши, брата, за рекровой. С умным звоном прославится ночь. Ай-яй-яй-яй, свомный звона. Ай-яй-яй-яй-яй, свомный звона. Субтитры создавал DimaTorzok Поздно вечером вчера Генерал Тарикский Манек Расстратался у костра Он глядел в ночные дари Был задумчив, как никто Весь в тоске и весь в печали Размышлял на тему, что Весь в тоске и весь в печали Размышлял на тему, что Мир жесток, мир жесток И не милосердным, рыжим, рыжим быть Это ж просто мило Рыжим быть не поро Но судьбой утренней же Навсегда, навсегда, навсегда Л beg段 Л beg段 Какой-то это слышит Расстрелял бы подоляцов Обзывают скину рыжий Ну а кое-то в лицо Ну с чего все это взяли Может, глазок не позволит Я ж почти что, как ренадий, Вовсе даже золотой. Я ж почти что, как ренадий, Вовсе даже золотой. Мир жесток, мир жесток, И не милосерден. Крыжим, крыжим быть, Это ж просто вина. Крыжим быть не хорош, Но с ибою ты обижен. Навсегда, навсегда, навсегда. Чтобы я не сделал право, В войске мне не жизнь, но ад. Первый маршал, рука Алба, Свет в окошке для солдат. Хоть кормил их до отвала, Не занял сражаться во дождь. Но солдаты любят Алба, Меня не любят все. Но солдаты любят пиво, Меня не любят пиво. Они любят все. Мир жесток, мир жесток, И не милосерден. Крыжим, крыжим быть, Это ж просто вина. Крыжим быть не хорош, Но судьбою ты обижен. Навсегда, навсегда, навсегда. Крыжим, крыжим быть, Это ж просто вина. Главное, трагедия в жизни Матрика, Пашелы. Было дело, вот влюбился И решил учиться петь. Даже занял кынарица, Чтобы в пенье преуспеть. После часа и стязаний Кынариец пал в тоску И грозил швырнуть гитарой в чью-то рыжую башку И грозил швырнуть гитарой в чью-то рыжую башку Мир жесток, мир жесток, и не милосердно Рыжим, рыжим быть, это ж просто беда Рыжим быть не порог, но судьбой ты обижен Навсегда, навсегда, навсегда Рыжим быть не порог, но судьбой ты обижен Навсегда, навсегда, навсегда Рыжим быть не порог, но судьбой ты обижен Песни следующей за ней Вот мы ее решили запихать на лирику И получилось неожиданно так очень ничего себе Потом я расскажу историю, про что она на самом деле Она пришла внезапно белая, словно призрак Она себя накрыла белым своим плащом И ты готов был перед нею склониться низко, ведь ты Устал безумно ежиться под дождем Смелись, она умрет сегодня, едва родившись Смелись, ведь ты же знал, как короток век ее Смелись и успокойся талой воды, напившей смех Усталое сердце свое О да, ведь ты любил ее лишь одно мгновенье О да, тебе оно казалось длиною в век Но вот, она умрет и в этом твое спасенье Но вот, молись за жизнь ее, бедный человек Молись, она умрет сегодня без слез и стонов Молись, ведь ты же знал, как короток век ее Молись, ведь станет лед в ее край души затронув Молись, заметное сердце свое Когда она воскреснет и постучится снова к тебе Открой ей дверь и просто ее убей Она любви не знает, ей не знакомо слово Она умеет лишь охотиться на людей Молись, не успокойся талой воды, напившей смирись Ведь ты же знал, как короток век ее зима Она скончалась снова, едва родившись Разбив усталое сердце твое Теперь значится история То есть, наверное, кажется, что это что-то такое Про любовь, а на самом деле И не смерть даже, нет, все гораздо хуже Значит, 2000 год, Екатеринбург Очень-очень-очень затяжная и очень грязная осень Я не знаю, почему она у нас так Но в Екатии у нас, в моем родном городе, если кто не знает У нас там какая-то наедкость, ведливая грязища То есть, ходите в осенью, значит, по улицам Соответственно, штаны у вас в грязи по колено И ее хрен отстирать, что самое главное, все это дело В общем, все уже задолбались Потому что там, не знаю, машины все в грязи Водители выходят поутру, значит, смотрят Ну и которая из них моя Значит, стирать одежду все тоже задолбались Потому что, ну, в самом деле, там все пальто вот так Все штаны вот так, но все обратительно И тут внезапно, как раз, значит, перед отъездом на фестиваль Зиланкон, значит, где-то так Тогда это еще праздновал, ну, фестиваль был еще 7 ноября Сейчас перенесли у нас на этот день там Убьение Ивана Сусанина Вот куда-то, да, на 4-е Ну вот И вот внезапно, в начале ноября Попал он в такую дивную, большой, толстый, пушистый снег Все обрадовались Ура! Блин, наконец-то, грязища уже тут нету Ага На следующий день настало плюс 5 И грязь встала в 10 раз больше Я серчала и написала вот эту песню На самом деле это вовсе даже и не любовь, и не смерть, и даже не персонаж Это зима, зараза, которая никак не могла прийти Да Ну, сейчас я и говорю про древность В общем, сейчас песня будет про очень-очень, так сказать, древнего дядю Который, значит, тем не менее Как-то был принудительно эмигрирован из своей родной страны То бишь из древнего Египта Какое-то время он тусил во Франции А когда его решили экстразировать в Каирский музей обратно Поскольку, ну, вроде как, ну, мумия это мумия Ну, вроде человек же Надо было что-то вписать, значит, в род занятий Потому что фараона Рамзеса Второго переправляли как человека С паспортом И вроде занятий ему написали Король, в скобках, скончавшийся Это исторический факт Это не шутка Это не я придумала То есть это реально была экспозиция мумии из Франции в Каир Вот, и, собственно, песня про Рамзеса Второго Окончим век сражений и побед И на любви и многого другого Твои глаза не отражают свет И на устах наложены оковы На сердце тремлет камень скоробей Замер у последнего порога Знаток бесстрастный множество смертей Встыхает тихо жрец в личине Бога А в мире внешнем В плитах круговерц И век времен стремительно небрежен Не верь тому, кто говорит про смерть Ты просто спишь И сон твой без мятежен На небе черпит свой извечный путь Ты бесстрастный Бог, чье имя просто солнце И вам обоим некуда свернуть И в царстве дать все ж свидеться придется И ты взойдешь на борт его ладьи Преклонишь пред ним свои колени А у ворот сурового судей Бог грустно улыбнулся чьи-то тени Закрыта дверь Мир людских теней Преклевый мрак На вечность дожат когти Но их досада С каждым днем сильней Ты просто спишь И смерть кусает локти Но как-то раз поправ чужой покой В твой брачный дом Однажды влезут воры Сломав гробницу дерзкою рукой И обойдя ловушки и запоры Придут украсть и так и не украв Отбросят все и за стук и веревку Они уйдут, ни камешка нельзя Сраженная твоей улыбкой легкой А ты во сне опять увидишь свет И самый легких образов неясных Для сына с этим без смерти нет Ты просто спишь И сны твои прекрасны Для сына с этим В мире смерти нет Ты просто спишь И сны твои прекрасны Ты просто спишь И сны твои прекрасны Аплодисменты Это мой муж, второй, второй На самом деле для своего времени Да в общем даже и для нашего Фигура была весьма примечательной Мало того, что мужик не проиграл Ни одной войны, которую он затеял В своей жизни Он еще и для тех времен Он прожил 94 года Представляете, древний Египет 94 года И был, говорят, здраво в уме себе Треской памяти И вполне себе управлял государством И помер он Собственно говоря, от чего Это вот называется Это мне надо так взять пример С Рамзеса Второго Чтобы, как сказать-то Не окончить, как он Откарелился он помер, ребяток То есть у мужика прокурился зуб Он, соответственно, это дело запустил Там возникла инфекция И в 94 года По цвете буквально лет Фараон Рамзес Второй скончался При этом он еще за разом Блин, сохранился хорошо В смысле мувии Потому что, извините меня Когда у 94-летнего В общем, мужчины преклонного возраста У него, простите меня От сих до сих Длинные рыжие волосы Густые очень Сохранились То есть Это вообще как? То есть Мы сейчас все такие полу-лысые Ноживаем до своих 70 лет Там, пугаясь онкологов И морщиков товарищей А тут Жил себе мужик Жил и помер Больного зуба Так что вот Зубного Мне вот тоже названы А я их боюсь А сейчас у нас пойдет Слошная Африка И Калибрские острова Сейчас у нас там будут Духи Вуду Прыгут На самом деле Вуду Это не так страшно Как говорят И как это, значит Наснимал Голливуд На самом деле Это все гораздо безобиднее И веселее Это обычная такая Тропическая языческая религия То есть Там ничего особо ужасного Это нет Вот, значит Сейчас будет песня Про одну из апостасей Бога перекрестков Коммуникации Общения И музыкантов Про Папу Левбу Про одну из его лиц Которую зовут Капа Прыта Одной из самых зловещих Его лиц На самом деле Если выпьет сомнений сок По рукам пробегает тот На губах в вопросе открытых Ядовитый проразлиток Час тогда границы размыты Дух и плот, как и на подъем Если дом тебе не защита В одиноче встань под дождем Посмотри, хоть глазами чужими Наслали, наслали лишь одно пылья Огрожая тоску и суть Церкала предорожных луг Коль дорога твоя длина Сердце стыла ножом весна Выбрось все, что раньше ты помнил На границе я весна Если сердце плачет, как дышит От ночной лятравы черно Твой святой молитву не слышит Но ни дверью выйди в окно Иди, все люди в танце по крышам Позови, позови, что мы услышим Остегают сердце круги А крутоцами гора золотит Струн натянутых тонкий звон И безумие проникло в сон Так ступали на зыбкие тропы Где не лазит люстой затон Где в лесу свистит кое-кора А в зрачках гляжет лунный луч Если Бог тебе не опора Мог не дверью выбросить ключ Из-за них в носу и что остается Божьи близнями реками в голосе Ты на полку скажи прощай Сделай шаг и воскричай Сделай шаг и воскричай Из-за них в носу и что остается Божьи близнями реками в голосе Ты на полку скажи прощай Сделай шаг и воскричай На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на-на-на-на-на Спасибо. Спасибо. Да, дальше будет храм. Опять же, опять же, песня про папу Легу На самом деле, вот альбом «Воду Тейлз» Там про папу Легу Буквально половина материала Потому что он очень разный Он вроде как один Но при этом он как граненый стакан У него, по-моему, ипостаси 13 на самом деле И вот они довольно разные Но тем не менее это все вот один Ну, человек, ладно Нет, не человек, конечно Духло Как у них там это называется Вот это сейчас будет такой Молоденький, молоденький Юный папа Легу, значит У которого была проблема В юности Ну, как и у многих из нас Проблемы в юности, да, бывают Даже у духов Значит, было у него три брата У которых, значит, у каждого Было какое-то занятие по жизни Один был, значит, военный кузнец Второй был Зав громом молнии Еще похоронитель барабанщиков Ну, потому что гром это что? Это типа бог Шангол Лупит в барабанах, соответственно Вот вчера он тут не только лупил Но еще и швырялся какой-то гадостью Мы как раз попали под граф Пока гуляли Значит, и третий был охотник Зав животными И, значит, лечением всевозможным А папа Легба был, значит, из серии Вот, бывает, двое умных А третий так себе А вот тут было трое умных А четвертый Легба Значит, не знал он, бедно, чем ему по жизни заниматься И решил А вот трое нос своим старшим братцам И так, а как я его утру-то, интересно Я найду самую красивую женщину на земле И на ней живюсь И тут, значит, папа Легба честно обошел всю землю Значит, это самое И внезапно выяснился интересный облом Что самая красивая женщина в мире Это его мама Еманжа Жениться на маме запрещено даже у негров Ну, соответственно, значит, папа Легба Пришел и сказал Мама, а тут вот такая вот фигня Есть два варианта этой легенды Один более первобытный И поэтому он более брутальный Честно говоря, он неприличен в наше толерантное время А второй, как бы более такой, значит, уже причесанный пот Мама ему сказала, что сын, ты что, купил? Вообще-то так нельзя Ну ладно, сказал папа Легба Тогда пойду я на перекресток Буду там жить весь в печали всю дорогу И вот буду повелевать перекрестками И так он вроде как обвел себе занятие Но на самом деле, я так думаю, печалился он не особо долго Особенно по их там душевским меркам Потому что по, значит, одной из вариаций, значит, биографии папы Легбы У него есть жена Причем выгодно так мужик женился То есть советский анекдот такой был Что женщина с мужским складом ума это хорошо Но женщина со складом еще лучше Так вот он женился на женщине со складом На богине торговли и рынка, которую зовут Ализан И ничего ж живут вроде так Так что, в общем, не особо-то упасковался с товарищем Но тем не менее, был в его биографии такой факт Полный пень не гульнули Нелегко и не криво Присопутался кривее я Мать моя королева Сон не мило Пробожала дорогу меня Ухожу от тебя Я в далекие страны Никуда не будут корабли Чтобы легкими были дороги и равны Пожелай мне удачи в любви Пожелай мне удачи в любви Пожелай мне удачи в любви Что ж ушла на наука змея Я во сне повторяю Лишь не горьем манжа Мать моя королева Мать моя королева Мать моя королева Мать моя королева Черт возьми Через тысячу лет я тобой скатился Ты вид от колени упал Что мне делать с собой Если ночью не смеются Славы и солны, вдох и салу Кто-то, может, поймёт, кто-то верно осудит Но печаль не смывает в октах Ведь прекрасней тебя женщина в мире не будет Но с тобой нам не пыть ни тогда Но с тобой нам не пыть ни тогда Солнце бросило плик на скрипятные пальцы Здесь вернулся, как старый гетон Сать судьба, мое странство, в пенье смиряться Но отец и не видит никто Вспоминая лесок, пена утром и крёсток Часка и на рыбах сидит Одиня под луной ждут твои перекрёстки Пожелание удачи в любви, в любви Пожелание удачи в пути Пожелание удачи в пути Да, сейчас будет песня, которую почему-то очень все любят Хотя на самом деле там такой злорящий довольно чувак Это смотритель из кладбища, барон Сомди Ну да, на самом деле у них там как бы по смерти У них вот барон Сомди, он не бог смерти на самом деле Он только, как сказать, смотритель с порядком на кладбище Чтобы живые мёртвых не обижали и наоборот То есть это из серии, что ты баловать балуй за оград, нини Ну а именно вот как бы смертью, извлечением, собственно говоря, души человека из телесного бытия во вне телесное У них занимается другое божество, которое называется Геде Зовут его Лова Геде Это такой тоже дядька в травмном сюртуке, в цилиндре, в фиолетовых очках, на которых разбито одно стекло То есть почему-то вот он выглядит так Непонятно Самое интересное, что барон Сомди еще, кроме того, что он вот надзирает за порядком на кладбище Он еще заведует, как ни странно, здоровьем детей и лечением от самых-самых тяжких заболеваний И еще, как ни странно, опять же, это божество чувства юмора Да, это совершенно верно так Правда юмор у него такой, что как бы это нецензурно, но тем не менее вот оно такое Тишина начинает, как тревогу, за порог не гляди Ночью бродит по дорогам тот, чьей-то сомди Вереза плотнет по полуне, скрип ключа, поворот Тот, кого боятся люди, ходит мимо ворот Тот, кого боятся люди, ходит мимо ворот Он уводит за собою тех, кто ночью не спят Тем, кто дверь ему откроет, нет дороги назад Тем, кто дверь ему откроет, нет дороги назад Он так весел и опасен, вляске лун и теней Но на шорах марокканцев отзываться не смей Ночью рыдает и колдует за открытым окном Тот, кого боятся люди, постучал за твой дом Тот, кого боятся люди, постучал за твой дом Не входи, за ним не надо Хоть завернуй и пусть С ним до рая и до ада, я пойду и вернусь С ним до рая и до ада, я пойду и вернусь Сдохи, виды слухоплетен в прахе, белые слов Только дверь сидела с петель, на полу грохнул за носом Я не знаю, что будет, молим пойти ворон Тот, кого боятся люди, пьет со мной бокером Тот, кого боятся люди, пьет со мной бокером Но что ты, во сигареты, на любой цветы Ухожу, гулять со смертью я, но лишь бы не ты Ухожу, гулять со смертью я, но лишь бы не ты Ухожу, гулять со смертью я, но лишь бы не ты Спасибо Да, сейчас у нас будет, собственно, песня Вот как раз сингла про голубей Сейчас будет песня про страшную черную мексиканскую забаву В облике которой появляется бог, ну, арстекский бог черной магии колдунов Которого зовут, очень просто его зовут Тескатлипока Если вы можете его выговорить, значит, вы еще трезвы Нет, ну, как сказать, собака, это она тоже называется шушолуицко-уицли Еще у них там есть бог уицелопочтли То есть, я так подозреваю, при том, что очень любили ацтеки гнать напиток пульки и экзагавы Вот они, видимо, так и проверяют Кто уже нажрался, а кто еще можно пить Если там выговорить имена всей этой божественной компании То без дикции и без зубов, на самом деле, этого не скажешь И без трезвого мозга В юг катания, как всегда, солнце В юг катания, в фильме Аллада И по улицам опять сбрется Привидение Диего Белланда И поскольку там вздохнуть в мору Денья вступили солнце и сырость Остается приоткрыть штору И под вечер из окна выпасть Остается приоткрыть штору И под вечер из окна выпасть Я ползу в направлении леса Весклетаются по мраке ай А по плянами сидят бесы Наточив ножи за вселено Бесы жаждут по ночам крови И от голода в ночи плачут Растворяюсь за костей вновь я Благодой душной, кмедой и чешет Растворяюсь за костей вновь я Благодой душной, кмедой и чешет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Преклонив колени перед Мадонной, И струился свет от ее волос на его лицо. И струился свет от ее волос на его лицо. Праведным тебе уж давно не стать только в этот раз. Не смотри, не думай, не удержась от Мадонны глаз. Скалопа разбита, взломан замок, Вылетает в шаг, светлое стекло. Положи себе цвета лепесток на холодный лоб. Звезды попадают в полночный плен, А художник видел мечтас про сонья. Наблюдает чудо, сквозь щель во сне, И шепча на минь. Молодой получменник Аляруэн, А в световую осень средневековья. И делились листья ее к земле, Голубую стынь. И делились листья ее к земле, Голубую стынь. Звезды попадают в полночный плен, А художник видел мечтас про сонья. Наблюдает чудо, сквозь щель во сне, И шепча на минь. Плакал полусьменник Аляруэн, А в световую осень средневековья. И делились листья ее к земле, Голубую стынь. И делились листья ее к земле, Голубую стынь. И делились листья ее к земле, Голубую стынь. И всем, кто хочет что-то подписать и так далее...